Здравствуйте, Лидия Гавриловна. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи очередной и очень приятной является то, что у вас юбилей. Юбилей у вашего ансамбля. Вам 30 лет. Да. И, конечно, я хочу спросить, как идет подготовка? А сам концерт, насколько я знаю, будет 25 ноября. Рассказывайте. Подготовка идет в полную силу. На 100%, может быть, даже и больше. Очень хорошо, что у нас есть свой дворец, у нас есть большой зал концертный и много времени можно проводить там, потому что без этого невозможно. Мы уже выходим на ту репетицию, которую прогоняем. Все, что будет и со словами, и с приглашенными, и с движениями, потому что в песнях есть и подтанцовки. То есть все идет полной подготовкой к юбилею. Ну, конечно, я хочу узнать про программу. Какова программа этого концерта? И кто будет участвовать? Программа очень обширная. Много будет новых произведений, которые мы готовили именно к юбилею. Будут приглашенные гости Сурупского района. Будут наши коллективы, нарт-ансамбль, танцевальный, хореографический ансамбль «Кавказ». Ну, в общем, много приглашенных. И это сейчас думаем так, чтобы не переусердствовать, чтобы недолго он длился, концерт, потому что любому зрителю лучше раньше закончить, чтобы еще хотелось чего-то. По хронометражу вы уже определились? Да, уже определились, да. Конечно, программа вашего концерта – это в основном ваши песни, правильно? Да, это в основном и мы основные участники. Да. Что будете исполнять? Ну, во-первых, новые песни есть о России. И открывать будем Россией. И закрывать концерт России. Потому что мы такое сейчас сложное, трудное время переживаем. И все надеемся и уверены, что все это придет, окончится победой. И вообще песня по жизни любому человеку и жить, и строить помогала. Да? Любить, ненавидеть, воевать с песней и побеждать. Это правда. Лидия Гавриловна, на данный момент я знаю, что у вас более 10 человек в коллективе и баянист. Да. У вас новый состав? Ну, на 50 процентов даже больше. Новый состав. Баянист – это концертмейстер на репетициях черновые. А так работаем под минусовки, которые сейчас можно приобрести с оркестром, народным оркестром, симфоническим оркестром, вот, в объеме большом. Сейчас возможности, конечно, намного больше, чем были раньше. И, естественно, хочется узнать про ваши костюмы. Они у вас всегда такие красочные, такие яркие. Будут ли новые костюмы? Ну, новых костюмов не будет, но у нас первые костюмы, которые как только образовался. И как-то, когда нам пошили следующую пару, и мы их как-то осторожненько оставили это. И вот теперь я вдруг посмотрела, и они на репетиции, работники спрашивают дворца, у вас новые костюмы. То есть у нас… Хорошо забытая старая. Очень, да. Да. А кто режиссер-постановщик? Мне во всем помогал и он из первого состава, Иванченко Алексей. Вот. И он мне помогал, и сценарий, и все-все-все. Я… Только он мне это вот. У вас молодые солисты сейчас? Есть солисты. А кто? Есть. Тиманова Екатерина. И молоденький у меня Анатолий есть, который обладает очень большим, красивым голосом, тенор. И закончил музыкальное училище, вокальное отделение. Поэтому молодежь есть, и молодежь талантливая. Как обновляется репертуар? Что у вас сейчас в репертуаре? Ну, ансамбль вообще работает в направлении казачьих, казачьих песен. Донские, кубанские, терские. Вот. Мы как-то относимся к Верхней Кубани. Поэтому стараюсь брать все, что есть. Много очень строевых песен, военных песен, которые вот сейчас нужны в жизни. И хочется, чтобы, конечно, подрастающее поколение знало и обычаи, и песни, и почему они пелись, и для кого они пелись, и в каких случаях они исполнялись, и так далее. Много всяких. Кто ваш автор? Сейчас же сложно с этим найти хорошего автора, найти хорошую песню для репертуара. Тем более у вас специфический репертуар. Сложно. Потому что раньше уже сборники выпускались, и был такой журнал «Музыкальная жизнь». И на последних этих самых всегда что-то новенькое там было. Но я вам хочу сказать, что первый руководитель был и основатель этого коллектива, Солженикин Борис Васильевич, который мне в наследство оставил 16 тетрадей больших вот таких, в кожаной оправе. И там много очень его рукой расписано, аранжировано, очень много песен. Бесценная рукопись. Бесценная рукопись. И у меня еще хватит еще на 30 лет. То, что даже не найдешь вот сейчас. Лидия Гавриловна, но у вас я не могу не спросить о роли искусства. Как его поднимать, искусство? Как сделать так, чтобы молодежь интересовалась такими песнями? Это сейчас очень сложно. Сложно, потому что мы идем вперед. У нас очень все развито. Техника и так далее. И это, конечно, отвлекает. Все зависит от школы, от детского сада и от семьи, где растет и живет этот ребенок. Прививать и не забывать. Потому что любая нация без культуры, без своего языка, ее нет просто. И об этом должен помнить каждый. Ну и напомните, когда и во сколько будет этот концерт? Мы уже сказали, что он состоится 25 ноября. Где он будет проходить? Мне так хочется пригласить на юбилейный концерт всех зрителей, всех поклонников нашей песни. Это будет 25 ноября в 17.00 во Дворце культуры городском. Вход, хочу сказать, свободный. Пожалуйста, приходите, будет очень интересно. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, я желаю вам прекрасного творческого вечера. Спасибо вам. Спасибо. Ансамблю казачьей песни города Черкеска под руководством заслуженной артистки России Кубани Лидии Луценко исполняется 30 лет. Юбилейный концерт известного коллектива состоится 25 ноября в 17.00 на сцене Дворца культуры Черкеска. Юбилейный концерт.